На неделе разразился скандал в Чехии. Там решили установить памятник генералу-предателю Власову, который во время Второй мировой войны попал в плен и перешел на сторону фашистов. Он стал руководителем военной организации из советских военнопленных и иммигрантов русской освободительной армии. В 1946 году он был признан виновным в государственной измене и повешен. Реакция российского МИДа на установку памятника Власову последовала незамедлительно. Обычно мы говорим возмутительное, недопустимое, но сейчас я считаю, что это абсолютно страшная инициатива, направленная не просто на фальсификацию истории, а на реинкарнацию, вытаскивание из исторической могилы неонацизма. Но если Власов и Бандера давно фигурируют как предатели своего народа, то армянский коллаборационист Горигин Нжде в российское информационное пространство ворвался благодаря президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который напомнил о случаях героизации фашизма в странах СНГ, а конкретно в Армении. Алиев напомнил, что в Армении фашисту Горигину Нжде возведен шестиметровый памятник и призвал новые власти снести его. На встрече со студентами БГУ Алиев прокомментировал ответ премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Посмотрите, что ответил премьер-министр Армении. Он сказал, что Солженицын был в лагере и диссиденты сидели в тюрьме. То есть этот человек отождествляет Солженицына и других людей, арестованных за свободу слова и впоследствии реабилитированных с фашистом Нжде. Я дал им шанс. В своем выступлении я сказал, что его установила прежняя власть. Если нынешняя власть называет себя демократической, то пусть снесет, разрушит этот памятник, пусть смоется Армении это пятно. Имя Горигина Нжде прозвучало почти во всех российских СМИ после того, как депутат Гордумы Армавира Алексей Виноградов закрасил черной краской мемориальную доску в честь коллаборациониста. В посольстве Армении в России поступок депутата осудили и расценили как акт вандализма. Однако депутат вместе с соратниками все-таки добился своего. Решением местных властей мемориальная доска была демонтирована. А Алексей Виноградов в интервью Москва-Баку заявил, что общими усилиями мы добились сноса и героизации нацизма в России мы не допустим. Это наша общая победа. А вот армянское руководство осталось при своем мнении. Естественно, памятник сносить не собирается. Президент Азербайджана призвал своих студентов хорошо учить историю и прокомментировал слова Пашиняна. На встрече с российскими журналистами он сказал, ну и что, что НЖД встречался с Гитлером? Молотов тоже встречался с Гитлером. Знаете, комментарии уже излишни. Молотов был министром иностранных дел Советского Союза. Он встретился в 1939 году, чтобы устранить вероятность войны. Он не служил Гитлеру. Он являлся одним из ведущих лиц Советского Союза, возглавлявшего антигитлеровскую коалицию. Разве можно отождествлять его с НЖД? Я привожу эти примеры еще и для того, чтобы молодежь хорошо училась, не попадала в будущем в такое смешное положение и хорошо знала историю. Ильхам Алиев, в отличие от своего оппонента, хорошо знает историю. Его позиция близка российскому руководству. В России из-за союзнических отношений с Арменией закрывали на этот факт глаза. Но в преддверии 75-й годовщины победы делать вид, что ничего не происходит, уже будет сложнее. Обелить коллаборациониста Гарегина НЖД у властей Армении уже так просто не получится.